А кто взял Аристотела, Платона, Галина и всех других ученых и философов? Кто их, мусульманская культура, развивала? Мы были открыты, мы не боялись этого, наоборот. Считали, что это нормально. А потом закрыли для себя самый... К сожалению. И поэтому отстали. Последние, я на счет отношений мы, нашего отношения к нашим братьям, ахабанных христианам. Как люди, естественно? У нас в горами, в сламе нет ни одного догматического расхождения с людьми. Громкость, я знаю, ну, ни одного. Спрашивается, а в Коране полемика, а давайте посмотрим, что Коран текует в людей. Первый, Аузаин или Израильсим Бога, спросите любого иудея в России, он слышал о таком? Конечно, не слышал. Значит, это представление было только для отдельных иудеев в Медине, которые жили в Аравии. Который бы любой нормальный иудей осуждал бы их. Рука Бога сжатая, а Бог что-то не может. Разве иудеи нормальные? Вот и говорит такое. То есть, наоборот, те против тех положений иудеев, с которыми полемизируют Коран, вызывают. Бог бедный, а мы богаты. Как вы думаете? Вот как будем, вот, что-нибудь ортодоциальные иудеи воспринимать такие заявления? Он будет первым проклинать их, таких людей. Поэтому Коран не полемизирует с иудаизмом. Коран полемизирует с отклонением от нормального для иудаизма, с точки зрения даже иудаизма, вещей. Со христианством. Абсолютно такую же информацию. Давайте начнем с канцеля. Самое главное для христиан. Крест. Бог, Сын Божий, закончил жизнь на кресте. Мусульмане – это все. Правильно? Ну, начнем с этого. Так. Казалось бы, диаметрально противоположные положения. Одни, чуть ли не вся их религия построена на символике Христа, символике распятия. А другие говорят – нет. Оказалось бы, вот, что хотите. Я говорю – Абья. Выходим, один раз посмотрите внимательно на Коран. Хоть один раз посмотрите, вот там, где отрицается это, читайте, вот, нормально. Вы где-нибудь нашли в Коране такое? Христиане говорят – Бог отлюбил нам своего единственного сына, послал, чтобы погибнуть ради нашего спасения. А мусульмане говорят – эм, да врёт и ничего, он бы не делал такое. Что, летать, что ли? Нету такого. А что там? А там, иудеи в Медине, когда услышали, что пророк Мухаммад возвеличивает Иисуса Христа, возмущались. Он говорит – какой это пророк? Мы же распяли его. Самозванец. А если бы он был настоящим пророком, тем более своим Божиим, он не претерпел такой позорной смерти из своих душевых. Поэтому Коран говорит – да будут проклады те, которые говорят – мы распяли Иисуса. Поймите, вот, абсолютно другой контекст. Коран защищает Иисуса Христа, защищает христианство против тех, которые в этом распятии видели неистинно посланничество Иисуса Христа. Понимаете, вот надо иногда вот не отрывать, не говорить – в Коране написано – нет Бога. Надо до конца читать контекст, надо до конца читать против кого, для чего связано это. Другое положение. Троица. Казалось бы, что больше, и слабо того, строгий монизм, а у них троица. И как можно это соединить с этими, и как можно терпеть друг другу на этой почве. Друг другу на этой почве. Здесь мы. А на самом деле. По карану и находят по карану. Написано – не говорите три. А это – троица христианская. И находят. Это – умилия мои. Бог или пророк Мухамбад не знал, что такое христианская троица. Учение о троице, которое сейчас здесь – Бог Одес, Бог Сын, Бог Святой Дух – за четыре века до ислама, за три века до ислама официально было признано в христианстве. Что Бог не мог чёртой одной строкой написать – тот, который верит в Бога Отца, в троице Бога Отца, Бога Сына, Бога Святого Духа, тот неверный. Что не мог? Неверно мог. А тогда посмотрите внимательно. Троица, которая была в Аравии, была такая. Это известно. Были Мариамиты и Берикалу Риди. И любой исследователь вам скажет. И в коране написано. Вот это. Бог женился на Деве Марии. То есть троица, какая была Бога, Дева Мария, и их Сын Иисуса Христова. Вот против какой троицы полемизируют. То есть опять надо, не надо вот всё переначивать и вот в полемическом жаре Вы видите, вот всё вот в одно. Вот тогда посмотрите, что конкретно против кого. Или другое, говорят. У нас мусульмане, к сожалению, много. Я ещё обязательно, вот если вот это насчёт Бога Сыновства, если я забуду, вы мне возвращайтесь, пожалуйста, я специально оставляю. Вот это. Вот я просто вспомнил о чём-то, а потом вернулся. Для меня это прескально важно. Вот. Но я сейчас делаю вступление. У многих. Библия искажена, и чуть ли не общее представление о мусульмане. И находят десятки мест в Коране, где написано. Они искажают слова, искажают. И это. Опять. Это дух полемики. Только вот враждивый. Ты, который хочет враждивый. Я говорю, двадцать мест, где написано искажение. Хоть один раз упоминай Сатора или Евангелие. Нет. Я говорю, в чём дело тогда? Если пророк Мухаммад в течение двадцать три года проповедовал. Вы себе представляете? Вот я сейчас приходит какой-нибудь недруг мусульман и скажет. Ваш Коран искажен. Что мы первые требуем от него? Показать одно место, правильно? Где искажен? Вот тогда они стоят. Пророк Мухаммад показывал такое место. Если бы пророк Мухаммад явился, чтобы указать иудеям на ошибки в их Писании, почему не указывал? Если пророк Мухаммад пришёл, чтобы показывать иудеям или христианам на то, что текст испорчен, почему не показывал? Понимаете? Надо уйти от этого полемического духа, который, наоборот, только в Коране и в самых прекрасных выражениях говорится о Торе, о Библии. Как это можно так? Когда принесли Бог Пророку, Тору он поднялся и стал от уважения к ней. Мы говорим «Батя». Или в лучшем случае, как мы уже начинаем наши недальновидные, это когда ислам был слабый. Он заходил за иудеям и хвалил их. А потом, когда ислам стал сильным, он ударил, понимаешь, вот такая мораль, понимаете, которая недостойна, даже нормальному политику, обычному политику недостойна. А тем более пророкам приписывают такую мораль. Понимаете? Наоборот, величие Корана, величие Корана, что впервые появилась религия, которая не считает принятие ее писания условиям для спасения. Пророк только требовал, чтобы иудеи жили по иудейскому закону, христиане жили по христианскому закону. Это впервые, впервые в истории религии. Он говорит, пусть каждый живет по своему спасению. Он не требовал, пророк не требовал, чтобы иудеи никогда не примете ислам. Вы христиане никогда, пока не примете ислам. Нет. Коран только требовал, чтобы иудеи жили по своему закону и христиане жили по своему закону. вот насчет сына Божьего, вот и мне вот это на этом хочу закончить свой монолог с вами чтобы могли бы задавать вопросы очень многие, вот я говорю удивительно, полевисты когда опять, говорю, читают по принципу нет Бога который говорит, нет Бога в Коране ярко, Бог обращается к Иисусу сейчас говорю о богосыновстве понимаете, слово сын Божий очень сложно для понимания и очень в условиях, в диких условиях очень может принимать ее абсолютно примитивно в Коране посмотрите насчет богосыновства говорит, как может быть у бога сына раз у него нет жени значит люди, которым обращаются как думаешь что такой сын понимаете вот то есть а думаете как у бога нет жени как может быть сына то есть то есть люди понимали это чисто по человечеству так понимаете вот поэтому Коран естественно поэтому мусульмане и отказались я считаю неправильно и от именевания бога отцом и мы что назывались мы сыновьями его потому что опасно опять не потому что самые по себе слова неправильные а потому что могли и уже примитивно понимали чтобы закрыть путь для неправильного понимания но не об этом читайте Коран внимательно бог обращается к Иисусу Христу после того как его взял себе по Коран он говорит о Иисус это ты сказал людям примите меня и мою мать за богов помимо меня Иисус отвечает нет ни в коем случае вот полемисты не читают а дальше что иди я я по араб сетю если ты накажешь их то они рабы двоих то есть ты можешь не можешь ну а дальше что а если простишь то воистину вы ты все прощающие все милозер понимаете даже в полемике даже это а если ты простишь то соответственно ты все прощающие и все милозер то есть поймите весь дух Корана на целом не на полемику не на полемику тем более с истинным христианством или с истинным людоизмом наоборот чтобы найти максимально пути к единству этих трех религий потому что тем более в наше время раньше надо понять и надо признаться христианство распространялся за счет иудаизма отчасти и слава распространялся за счет иудаизма и христианства отчасти и раньше все смотрели друг на друга призму вот таких вот фактов в наше время точнее уже давно не только в наше время уже нескольких остальных уже почти два столетия сейчас больше водораздел между людьми которые притяживаются религиозными ценностями и люди которые воинственно отрицают их и сейчас все люди единого бога людей христиане мусульмане и другие буддисты тоже сейчас переходят на единого бога наоборот должны сложить все свои усилия чтобы сдерживать человечество от новоизвичества от сатанизма который везде идет а мы только занимаемся и делаем дискредитации друг друга и и очень часто не недорогно обращаемся к священным текстам в оправдание своих враждей и конфронтации это противобожное дело вот я я так может быть не очень систематично изложил ну понимаете миллион тем что делать скажем так вот этот культ предков или культ святых отсутствует как таковой с одной стороны с другой стороны в отдельных местах но не мне вот мне хотелось бы чтоб ваш трактор ваш на ну понимать его первых насчет сначала насчет родителей родители ума сама если кто-то считал в коране иногда вот бог завершает вам бога все еще после бога и родители сразу после бога даже до молитвы до всех этих обязанностей бог завершает вам бог верить в него и родителям делать добро родителям родители у нас в исламе на самом почетном месте и у пророка сказано поистину рай у ног матери вот здесь вот если ты перед матерью владея винным ты в это уже обеспечивает тебе вот в рай ну здесь уважение число честивым праведным людям может быть только положительное только благоговение отношения к ним но вот здесь это принципиальный но понимаете чтобы это не заменило культа бога вот если культа святого заслоняет культа бога то для нас мусульман не приемлем если через святого ты идешь более углубленному культу бога то пожалуйста но если он это понимаете к сожалению вы меня простите вот даже не хочу нет даже и не буду я хотел привести пример как бывает когда вот именно вот такие вот вещи приводят действительно заслоняют понимаете если четыре люди думают если у тебя нет икона здесь вот уже то 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 и бога не воспринимаешь понимаете икона святой любое он семен не сам по себе а постольку поскольку всегда тебе напоминает о том что изображает не само изображение иначе это идолопатронство понимаете 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 вот здесь надо и если не которые видят что это опасно запрещают конечно они ошибаются но логику их иногда можно понять хотя это конечно не вполне здравая реакция понимаете уважение к памяти великих людей независимо от того тем более если это подвижники духовные это великая сила это великая традиция надо ее поддерживать надо ее жить но опять не должно так чтобы она заслоняла вот главному вот обращению к Богу очень понимаете к сожалению на уровне примитива ну любой выйти на улице спросите у нас мусульман есть Аллах у вас христианин кто Бог что он ответит сразу Сын Божий скажет не нормальный обычный человек нет они говорят Бог единый а все равно потом подождите вы вообще читаете мне благословский трактат я говорю вот осторожно выйдет на улице под этой реакцией или вот простой вот он говорит у нас мусульман Аллах а у вас и кто Бог что ответят Иисус Христос ну они все ответят Иисус Христос насколько это по христиански Бог ну вот Троица Троица и главный Бог Отец да поймаете вот это вот чего иногда вот поймете понимаете вот народный примитивный сознание вот удивительно она иногда главную забывает вот любой христианин нормальный знает что в Троице главный Бог Отец потому что он Отец он родил сына передал ему жизнь в Идея так он не родил в таком так далее а вот а простое сознание что делает кто иногда вспоминает о Боге Святом Духе вот понимаете вот поэтому вот не нужно вот очень в религии примитивное примитивное понимание религии оно везде почти одинаково когда люди иногда забывают и и вроде вот официально двоя вот реально так а вот люди живут казалось бы считаю себя истинными верующими и это и для меня фундаментальное положение нет не по ним не по ним скажите пожалуйста вот на весь мир кричат востоковеды политики все все сейчас все ополчились на мусульман а вот так вот есть разобраться американцы англичане французы бельгийцы наши там востоковеды сатановки там политики и все чернят все налегают на ислам причем так дружно все так все вместе вот хотя они воруют нефть ту же даже та маленькая бельгия бельгия ворует нефть у наших мусульманских стран которые в 10 раз больше этой страны как вы думаете долго это протянется и что это они хотят даже здесь у нас на каждом шагу врут врут и вы понимаете давайте так во первых не забудьте пожалуйста я не работаю поэтому все понятно прошу нет прошу не обобщать на всех достаточно видов и на всех исламоведов так что вот все исламоведы так говорят вот это сатановский не представляет ни исламоведческое общество России ни востоковедческое общество России наоборот мы недавно когда между собой духовные лица мусульман после фетвы которые выгрозны вот это и наоборот наш институт выступил примирителем мы собрали их специально и пригласили ему в Чечне и ему в Чечне и собрали давайте не будем это хотя бы вы мусульмане между собой не надо понимаете исламоведы есть разные востоковеды есть разные есть доброжелатели это ну это так я к слову вы не об этом это для вас не слово а по сути так я просто значит это а вот насчет поймите с другой стороны конечно запад америка и другие во многом виноваты во всем что происходит в мире и не только в мусульманском но я сейчас не передо мной не стоят они и я должен им дать отбор понимаете я больше всего что считаю вот если я сижу среди мусульман и люди которые лояльны мусульманам которые вместе живем мы должны больше критически к себе подходить посмотреть нет ли у нас слабых мест у самих и надо стараться освободиться от них понимаете не надо не надо думать что у нас нет радикалов не хватает что а ты наши врачи используют наших родителей против нас и против наших друзей но это не нас не освобождает от ответственности даже если нас используют то мы тоже несем ответственность понимаете вот недавно это несколько раз повторяется и наш президент говорил и патриарх Кирилл когда был в Казани то же самое повторил то что говорит президент помните когда Путин баллотировал президента его спросили а так что ислам мне христиан православные идиологи сказали что у нас с исламом более общее чем с католицизмом это повторил в своем визите в Казани поэтому мы потому что имеется ввиду понимаете причем по католицизмам понимается скорее всего не католицизм как религия а вот тот западный мир который уже отошел от всего христианского на самом деле вот это наверное имеется ввиду вот то есть люди мы должны с нашими братьями христианами в данном случае православными найти вот вот это больше путей для консолидации и противостоят в том числе вот это понимаете несправедливость мировая нефть вот сегодня завтра 200 долларов баррель хотя сделают все это что по справедливости конечно не по справедливости кто-то как хочет поманипулизирует когда и другие я не буду говорить миллион таких мужчин мы живем в мире во многом несправедливо и естественно мы мусульмане поскольку у нас активная жизненная позиция мы не терпим несправедливости у нас это священная вещь за это в этом плане это достоинство нашей религии что мы люди активные жизненные позиции но наше слабое место это то что наши враги может они последние годы так пошли используют это уже против нас поэтому мы здесь должны вот этот праведный гнев праведным путем вести против неправедных понимаете вот это конечно непростой вопрос непростой вопрос но я только говорю тому я перед нашей собственно мусульманской аудиторией я хочу чтобы мы мусульмане больше мобилизовали себя чтобы не дать родителам испортить и нам жизнь и другим другой стороны это не означает что я во имя вот этого закрыты глаза на все другие несправедливости понимаете для меня абсолютно те которые хотят насильно надевать на женщину хижаб они не более абскуранты чем те которые хотят заставить женщину снять хижаб понимаете они абсолютно одинаковы для меня даже может быть это тот же абскурантизм тот же самый экстремизм потому что вы уже говорите о правах поэтому мое право носить одни хотят заставить ее обязательно а другие обязательно хотят заставить это край настой это а в нашей религии нет принуждения это принципиальное положение нет принуждения поэтому по нему должниче пожалуйста нужный вопрос вы сказали что вообще истинное понимание допустим христианской троицы что отец как бы выше чем все остальное что сын и дух святой но вот в символе вере там же сказано о единосущности и наоборот о равенстве допустим даже восточное христианство оно в принципе именно троица рублевская она где здесь отец а где сын и в принципе эта модель которая как раз показывает равенство этих трех а вы говорите что как бы бог отец во главе на самом деле проблема филиокве там где между католиками где дух святой от кого от отца или от сына православие говорит что дух святой от отца а они говорят что и от от сына тоже и от здесь более близко то есть православие как восточное христианство оно более близко к исламу но у меня вопрос такой понимаете смотрите значит в евангелии евангелии да есть такая фраза что там где двое или трое соберутся во имя мое там и я среди них то есть именно проявление бога в церкви в уме в совместной молитве то есть человек и бог не бог где-то независимо от человека а связь человека и вот в этих божественных проявлениях роль человека вот допустим если бог вообще если человека нет понимаете я думаю все человеческое все модели и в исламе и в христианстве они связаны все таки с человеком понимаете и вот когда в троицу в троицу встраивает в божественное встраивает человека это имеет какой-то смысл мне так кажется а не просто мы человека должны удалить и вот есть только бог вот вот как вот вы ваше мнение понимаете во первых вот насчет тех которые вы цитировали мусульмане тоже вам дарят и у нас в Коране написано не бывает да и не посидит двоих чтобы бог не был третьим понимаете даже двое вот это бог обязательно третьим будет с ними понимаете присутствие бога рядом с человеком это естественно понимаете бог он прежде всего как в Коране написано мы ближе к человеку чем его понимаете все это поймите вот когда я начал когда бог в библии говорил что женщина бог сотворил женщину из вебра он что хотел унижить женщину нет читайте внимательно библию то же самое он проснулся вот она вот моя наоборот хочет подчеркнуть единство мужчине и женщине вот понимаете мысль абсолютно другая человеческий понимание понимаете знаете вот есть известная максимум есть две вещи беспредельные космос и что и человеческая глупость понимаете вот она человеческая глупость она любая идея самая прекрасная она способна довести до абсурда или до своей противоположности причем это везде всегда в отношении он естественно когда все эти споры о троице они равночинные это же все это и любой истинный христианин поймете это они имеют только смысл поймете мы о мире божественном но мы только догадками мы имеем это может быть только имеет какой-то смысл именно если оно приложимое человеком и помогает нам это осмыслить отношение человека он весь весь соинтерпретация вы знаете в начале в начале христианства символ крест был отрицательным не было его понимаете в начале не было креста даже нет это настоящая нет 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 они его не принимали понимаете это был некий позор они при осмыслении самого факта по-другому они раньше изображали вот терновые это изображали чисто не было в начале поймите это все интерпретации все интерпретации они и в исламе есть такие интерпретации тех или иных положений религия это не только священные тексты это больше интерпретации священных текстов все эти интерпретации вот они приводили бог страдал ради нас казалось бы какой мораль для меня какой я значит мы должны друг ради другого но в самом случае так я понимаю это смысл понимаете если даже бог своего родного сына единственного жертву ради нас спасения то мы должны тоже жертвовать ради спасения от других наверх я так считаю вот это не надо думать что мы тайну божию когда-нибудь хоть приблизимся к этому это абсурд мы все должны посмотреть вся идея о боге как она помогает нам жить и хватит я всегда говорю нашим радикалам из-за представителей разных религий поймите во имя вашего рая будущего не превращайте нашу жизнь здесь в ад понимаете вот во имя того рая не превращать нашу жизнь здесь в ад вот поймите вот всегда главное видит понимаете религия вот помните Иисуса Христос когда людей пришли к нему насчет субботы эх ты там нарушитель субботы что говорил им Иисус Христос не человек ради субботы а суббота ради человека вот понимаете вот это не может понимать законники всех религий понимаете во всех религиях есть люди которые всегда будут понимать желает на жертву субботы не понимает что Бог делает религию для нас не Бог жертвует нас ради религии что-то непонятно зачем ему не Бог диктует нам молитву чтобы нам наоборот не после чтобы мы страдали ради Бога все это придумано чтобы мы жили лучше стали вот у нас в исламе он говорит молитва сразу зачем молитва говорить нужно в кране потому что молитва уберегает человека от зла и дурных деяний если она не уберегает тебя от дурных деяний молитва тебе не нужна Богу не нужна пост да мы по рамадане пост и так далее пророк раз повторял тот который пост не не сдерживает его от плохих деяний нам не нужно чтобы он отказался от еды понимаете вот и так далее то есть везде в религии если внимательно посмотрите по сути религия сделана Бог сделал религию во имя счастья человека на земле запомните в нашем тиране Бог составил счастье своим наместником халифом что значит наместником чтобы Бог человек продолжал дело Божье на земле Бог прежде всего творец и человек призма самое главное назначение человека это творить культуру цивилизацию и так далее и это религия дано ему чтобы помочь ему построить здесь понимаете они то они то что думают только о том о том думай о том только живи для этой жизни как сказано у пророка словно живешь вечно да да что скажем у нашего пророка многие мусульмане знают если кто-нибудь из вас услышал труп вот он взял саженец чтобы посадить его так и услышал труп страшного суда что он должен делать по мусульманам ну отвечайте мусульман сначала посадить а потом иди не страшно поймите то есть никогда во имя того суда не отыкладывай делай здесь должен делать то что ты должен делать в освоении мира в освоении этой культуры ни в коем случае я говорю в илите в данном случае я говорю о религии ислам я думаю правильное понимание ислама ничем нет исчезает правильное понимание христианства они от правильного положения потому что если религия от Бога и нормальное понимание он одинаково должен быть вести понимаете здесь я не противопоставлю я просто говорю о нашей религии поскольку я прежде всего как представитель нашей религии что мы здесь абсолютно мы главный критерий богоугодности это не столько вот ты сидишь вот совершил десять тысяч раз поклону и так далее это более угодно Богу чем пойти подметать улицу чтобы бабушка не упала и сломала себе ногу например поймите понимаете не надо такое узкое понимание богоугодности он не Богу не нужно нам Богу нужны наши молитвы только если эта молитва должна быть помогать нам лучше в этом мире жить конечно она тебе пригодится в том мире но в этом мире ты прежде всего ты должен творить культуру помогать это а то мы и наши люди миллион у нас бедных мусульман дети умрают из голода или у кого-то не хватает на операцию а кто-то считает что а пойду на какое-то религозное мероприятие я не буду называть десять тысяч долларов по пространству и так далее я не думаю что если дать на операцию или дать студенту какому-то чтобы он в качестве подмоги чтобы он учился не будет менее угодно Богу понимаете и разве надо понимать такое такое мое понимание религии религия прежде всего направлена на том чтобы мы лучше жили именно в этом мире я не противопоставлю за счет того мира нет но тот мир если ты живешь в этом мире нормально делаешь по закону Божьему а наоборот это лучший путь тому миру неужели жить в несчете это воле угодно Богу неужели жить больным это воле угодно Богу а не здорово понимаете это тоже люди которые превращают люди а зачем мне пусть я люблю в этой жизни 40 лет пусть неважно зато у меня будет вечность 70 год там вот так вот так наоборот это полноценную жизнь праведную но она полноценная здесь жизнь она понимаете жизнь здесь дана нам не в наказание а в блага не в наказание обращать нас в наказание какое-то терпи это вот вопрос насчет первородного греха у вас такая фраза была в книге субсенсациональная природа человека это благочестие а вот как бы от природы то есть то что Адам и Ева согрешили и это как бы передается а Коран это как бы отрицает вот это вот вот на этот то есть первородный грех вот это вот здесь внешне большое расхождение между мусульманским пониманием и то что обычно считается христианским да не те которые и так понимают христианские понимания вот Адам и Ева согрешили и в результате человеческая природа уже все особо санкционально вот это хотя в другом месте говорит сын не в ответе за отца вот ну как вот и можно совмещать это положение сын не в ответе за отца и все человечество в ответе за Адама и Ева поймите здесь я не хочу выступать в полемику это я считаю ребенок до достижения совершеннолетия это сотворено руками Бога ну в хорошем смысле со руками понятно все что выходит из рук Бога он плагивает понимаете это мусульманские тоже зрение оно значит сохранило это если умрет он попадет в рай потому что он не согрешил если он согрешил какие то он еще не не право ну не дееспособен в религиозном отношении поэтому не отвечает и я если и правильно понимать и христианское то что зрение я ее приму только не надо как иногда как мы сказали насчет пример когда он говорит мой Бог это Иисус Христос понимаете если вот это оторвано от всего он неправильно смысл как я понимаю всегда понимаете есть разные образы чтобы всегда Бог создал человека вдохнул в него от духа своего Бог создал человека по своему образу и подобию это возвеличивает человека а чтобы всегда человек не воздавился дает ему это у нас в крайне написано из-за праха а праха это противоположность те люди говорят ты согрешил поэтому если главный согрешил значит ты постоянно работай не забудь о своей греховной природе не забудь о своей слабости если это то нормально понимаете вот поймите все зависит от того что мы хотим вывести оттуда пенят человека это одно напомнить человек о его духовном начале вене чтобы он преодолел его тогда совсем другой смысл и в таком ключе расхождение не так уж будет большим поймите я всегда то что повторили все эти положения любые положения они должны быть и их подлинной природе должны быть нацелены на то чтобы мы стали лучше в этой жизни и тем самым в той жизни вот я всегда верю насколько это помогает мне вот в таком аспекте а вот я какой хотел пример привести вот у меня внучка 13 лет и она очень трепетно относится к вопросу религии когда в последнее время такая идет определенная дискриминация целых страниц газет телевидение и в школе она это чувствует и очень болезненно реагирует на это а в этом году есть у нас 13 лет она мне говорила принеси мне коран в переводе на русский язык и книгу Тофика Ибрагима и прихожу на следующий день она говорит ты понимаешь вот я такие вещи открыла вот нас все время мулы пугают вот если так не сделаете попадете в бат попадете в бат а у Тофика Ибрагима написано что ад это дается как испытание человеку значит ну у каждого мера греха разная один больше один меньше и человек должен в этом аду очиститься и в общем я еще раз благодарю за эту книгу во-первых она написана таким доступным языком все понятно основные комоны основные вещи на которые человек должен ориентироваться в исламе я очень многие вещи разделяю я считаю что правильно ты признаешь Бога что он один ты признаешь что твои дела измеряются только справедливостью и добро а остальное все только приложение и вот эту мудрость хочется чтобы больше людей услышала чтобы больше познала и еще вам дай будь здоровья и чтобы все не забывали основное назначение Корана читаем и тогда у нас не было приходить одному сподвижнику пророка один ему говорит шейх ему там я убил человека и хочу расчаяться Бог примет моё покаяние ты говорит никогда не примет его лишь горит вечным огнем уходит ученики которые сидят рядом говорят шейх помилуй Господь ты что ты три дня тому назад кто-то обратился к тебе с таким же вопросом а ты сказал Бог обязательно примет он говорит тот уже убил а этот только собирается здесь понимаете тот уже убил и можно раскаяться естественно ему говорят нет поймите религиозная педагогика всегда на таких держится вот нельзя думать что вот ты вот взял одно положение на всех аудиториях во всех случаях во всех это ну не бывает так ты всегда должен посмотреть в конкретном случае что дает какой эффект а наши к сожалению и многие то что мы называем законники они берут вот либо так либо так никогда не бывает как говорит философ всегда истинно конкретно она всегда надо посмотреть в конкретных условиях в конкретных ситуациях как работает твоя вот поэтому надо всегда быть гибким никогда не надо думать что есть какое-то положение которое вот еще маленький попростите вот для наших уже говорю посмотрите вот мы здесь в россии представили все придерживаются двух мазхабов школ ханафит и шафей давайте посмотрим насколько мы действительно ханафитом и действительно шафейтом давайте амуханиф я не дал я обычно обращаюсь достаточно взрослые мусульманские аудитории не в том плане возраста а в том что это преподаватели религиозных вузов даже студентам я не читаю лекции студентов я давно не читаю даже мусульманских студентов не читаю я читаю только преподаватели так потому что вот я специально пришел в зал посмотрите какие вы работы Абу Ханифа читали Анафит а кто-то начинает назовет какую-то работу ничего подобного это всем известно что это не его это ученики думаю ну нет в чем дело многие не знают Абу Ханифа запрещал чтобы записывали за ним даже когда однажды застал своего студента но ученича записывали ты чего ты делаешь ну ты же что-то говорил я запрещал а если завтра у меня будет другое мнение а если послезавтра у меня будет другое мнение если этот великий человек понял что у него может на другой день другое мнение поэтому не оставили ни одной строки и запрещал чтобы записывали вот понимаете и Аш-Шафи Аш-Шафи имам Аш-Шафи жил в Хижазе в Саудовской Аравии и в Ираке потом приехал в Египет ну 100 км скажем ему 200 км любой в любом учебнике по любому вопрос сказал Аш-Шафи по старому сказал Аш-Шафи по новым то есть Аш-Шафи до того как переехал в Египет у него было свое мнение когда переехал в Египет менял свое мнение я говорю один и тот же человек в одно и то же время не проехал 100 км меняй свое то же зрение вы хотите чтобы мы по нему жили в России в 21 веке поймите великие люди они знали что жизнь динамична а мы по своей ленности вместо того чтобы своим умом дома решать проблемы пусть Абу Ханифа решит вместо меня пусть Аш-Шафи вместо меня понимаете это сам не благоугодное дело Бог тебе дал разум чтобы ты сам решал свои проблемы Абу Ханифа если бы видел Абу Ханифа наверное не одобрил мягче говоря как мы его тракуем вот это понимаете великие люди они даже говорят я запрещаю кому-либо вывести решение федву не зная как я сам пришел к этому понимаете великие люди они знали что жизнь всегда богаче жизнь всегда будут другие и каждое поколение всегда должен открывать для себя Коран Ислам есть фундаментальные вещи но это фундаментальные вещи известны а есть вещи которые постоянно надо меняться каждый год меняется каждый столетие меняется каждый тысячелетие меняется жизнь и мы должны переосмыслить наше понимание не религию мы религию не меняем мы реформируем наше понимание Корана мы не реформируем Коран мы не реформируем Сунь мы реформируем понимание наше понимание Корана наше понимание Сунь Величие нашей религии именно в том, что, причем это не мои слова, это слова Дози, я его цитирую в другом месте, в другом случае, один из западных исламоведов 18 века. Он говорит, это было потрясающе, чтобы в условиях Аравии, достаточно дикие, чтобы возникла религия, абсолютно не построенная на чудесах. Другое дело, опять, если волос пророка помогает человеку стать лучше, я не имею чего против. Но если волос пророка становится предлогом, делать шарлатанство, чтобы дать нам деньги, а тебя будем лечить волос пророка, вместо того, чтобы пойти лечиться нормально, тогда я буду считать шарлатанство от имени религий. Понимаете? Вот. У меня нет единого, хотя, к сожалению, в этих вещах больше вижу шарлатанство, чем то, повторяю, любое святое, любая религия, относится ли это к пророку, или к другому святому, я всегда исхожу, помогает она лучше, чтобы мы жили лучше это, или она, наоборот, уводит. Понимаете? Когда, простите, у меня сестра умерла маленькая, потому что ему советовали идти к какому-то могиле там молиться, без того, чтобы идти к врачу. У меня сестра, моя сестра умерла. Понимаете? Я не могу, вот простите, этим невеждам скажу, не буду говорить. Вот такое. Понимаете? Конечно, я понимаю, все пошел, пошел по всем врачам, все, что мог делать, делал, но не помогло. Пошел к другому, какому-то церкви, помогли, там, какой-то мечет, это, и вот что-то помогло, вот это. Я ничего не имею против этого. Но сначала ты покажи. Помнишь, когда приходил к пророку один, он говорит, ты где оставил, бедуин пришел к нему, бедуин говорит, альбаев, ирблюдец. Ты привязал, он тебя оставил на попечении богу. Он говорит, ты иди привези ее сначала, потом набор. Понимаете, вот, сначала ты делай все, что от тебя зависит, что бог тебе дал, все это сначала, а потом оставь другое, действительно, богу, святиму, церкву, мощам и прочее. То есть это не должно быть взамен. Это может быть дополнение, когда уже других средств исчерпано. Вот у меня тоже, ну, в принципе, вот такое отношение к любым таким вещам. Еще до двух тысячелетий, до нашей эры, до рождения Христа, тюркоязычных народов, тенгирианцев, тенгриф, да, вот. И многие европейские ученые, наши, там, считают, что это первая единая божья, и религия, и что было. Ну, это все история. Вот современные, только язычные поэты, я поэт, вот, они используют синоним Бога, Аллах, Бога и Аллах, этого слова, вот это как синоним. Насколько это правильно? Вот тенгири и Аллах. О, Бога! Ох, один имен много у него. Бог один, много имен, много разных проявлений. Вся высокая мусульманская литература, когда перевели, я знаю вот это, они перевели Аллах, иногда вот спокойно с ним жили нормально, понимаете? Вы что думаете? А слово Бог по-русски, оно не было языческое дохристианство. Понимаете, мы же элементарные вещи, когда привели к ним. Христианство принимали, когда, как-то, тысячи лет тому назад, так? Слово Бог было до этого. Какой смысл имело в виду? Языческое. Это во всех народах. Понимаете? А вот приняли это и вкладывали, и пошло нормально. То есть принимают стажи, даже языческие имя Бога, можно иногда его и трансформировать, и нормально поют, и ничего страшного нет. Даже и так поют. Хуже всего. Коран хотел ввести новое имя Бога. Ар-Рахман. Посмотрите, в первых сурах Корана нет слова Аллаха, только Ар-Рахман. Язычники не приняли Ар-Рахман. Мы не знаем, что такое Ар-Рахман. Ладно, хотите Аллах, Аллах давайте. Прород, понимаете, для Бога, для него главное не держаться вот это или это. Меняет. Вот если Коран, прород, более миллиард раз, естественно, более гибкий, чем мы, когда вот ищем. Вот мы, дай Бог, вот здесь уступку делать. Главное, Бог хочет, чтобы люди приняли мораль, которую несет Коран. А из-за того, чтобы ты дашь другое имя, они не примут. Наоборот, больше, ну, как это сказать, не вреда, а вот лучше, чтобы жертвовать одним ради другого. Вот, и Бог, вот такое. Вот поэтому я всегда и с такой точки зрения подхожу. Можно ли назвать ингрянство монотеистическое религию? Опять, можно ли интерпретировать термобуддизм, тем можно. Сейчас и буддизм, поймите. Это некий уровень культуры. Сейчас умные люди, в целом, мир, сейчас посмотрели. Смотрите буддизм. Раньше говорили, буддизм – это религия без Бога дальше. Посмотрите, сейчас со временем они так ничем не отличаются от мудридистического Бога. Понимаете? Люди потихонечку, люди поднимаются по уровню своей культуры и понимают, если Бог есть, то Он может быть только един, мировой, не может быть, он Бог только для китайцев и для французов, или для этого Он тоже един и прочее. Поймите, это элементарная истинность, о которой приходится это. В индуизме, вначале было у них три Бога. Вот там. Вот, три Бога. Шива, потом в страну родили, Шива, я так и знал. Шива, другие. Поймите, это тенденция к монотеизму. Это, это обязательная тенденция. И любая религиозность, как она становится более интеллектуальной, она обязательно выйдет на единого Бога. Вот, в том числе и в рамках даже трансляционного тенгра. Хотя я повторяю, и мусульмане приняли тенгра как обозначение Бога, даже в своих божецовских трудах. Мне хотелось бы подытожить, отметить все-таки, что это колоссальный труд. И сегодня проведенная презентация превратилась несколько в лекцию, в научно-познавательную. Я хочу поблагодарить Талфима Ибрагима за то, что он нашел сегодня время и представил нам свой очень значимый для всех мусульман труд. За этот гуманизм, которым пониклись, наверное, каждое слово в этом выступлении. Дать, наверное, еще такую надежду всем, что работа эта будет продолжаться. Вы будете пополнять нашу мусульманскую литературу такими действительно очень важными исследованиями, работами. И дай Бог вам здоровья, чтобы вам хватило мужества, крепости, идти дальше и составлять такие колоссальные труды, значимые из которых, я думаю, будет еще оценено на высшем уровне и в последующем. Продолжение следует...